По информации городского навигационного центра за первый месяц года в общественном транспорте примерно полтора миллиона поездок было оплачено с помощью карты МИР. При этом около трети из них приходится на региональных льготников. Получается, что несколько десятков тысяч человек рассчитались картой МИР в автобусе или трамвай. Однако только 1200 из них оформили компенсацию. И им деньги, потраченные на проезд, будут возвращены в следующий месяц. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Татьяна Евстифеева, хабаровская пенсионерка. Картой МИР пользуется уже не первый год. Оплачивает услуги ЖКХ, рассчитывается в общественном транспорте. Недавно узнала, что с февраля можно получать компенсацию за проезд, если написать заявление в судзащите и принести реквизиты своей карты МИР. Буду ездить на рынок, допустим, в магазины, на дачу. Могу на электричке ехать. Там билет тоже стоит 70 рублей в одну сторону. Мне это очень хорошо. Сейчас пенсионеры будут стараться ездить. Они дома сидели в самоизоляции. Сейчас будут ездить. Сейчас тем более театры открыли. Напомним, с 1 февраля региональные федеральные льготники могут оплачивать проезд в автобусах и трамваях собственными средствами с карты МИР. А в следующем месяце получать компенсацию в рамках установленного лимита. У региональных льготников в случае использования льготного проезда лимит 1000 рублей в среднем, а у федеральных льготников 300 рублей. С декабря месяца мы начали уже прием заявлений на эту карту МИР. В настоящее время в целом по городу Хабаровску уже оформлено порядка 1200 заявлений. Для оплаты проезда, кроме карты МИР, льготники могут использовать социальную транспортную карту. Правда, ее принимают только на 14 городских маршрутах. Социальная транспортная карта требует установки дополнительного оборудования, дополнительных валидаторов, на что идут не все перевозчики. А банковская карта, то есть можно расплачиваться в любом виде транспорта, поскольку она уже адаптирована. Если написать заявление на компенсацию по оплате проезда с помощью карты МИР до 20 числа текущего месяца, компенсация поступит на эту же карту до середины следующего. Наталья Чернышева и Андрей Терехин. Смотри Хабаровск. У региональных льготников по-прежнему есть выбор. Можно получать ежемесячную денежную выплату в размере около 750 рублей и ее использовать для оплаты проезда. Либо рассчитываться в автобусах и трамваях социальной транспортной картой или банковской картой МИР из-за расчета 1000 рублей.